У жильцов дома номер 32 по улице Репина хватает проблем в любое время года. Горы бытового мусора, вокруг ветхая крыша и треснувшие стены. Весной к этому добавляется половодие. Первый этаж тоже плавает в воде. Это вот полный, полный дом вообще. Вообще полный, полностью. Все, все квартиры. Вот в подъезде, вот на этом, на первом этаже, все залито. Вот эти квартиры все полностью залиты, полностью. И у него, у него вся мебель, все утомило. У Сереги, у него там вообще ужас. У него в квартире вот так вот воды. У него кошки, они у него по полу вообще не ходят. Они у него по диванам скачут. В подъезды можно попасть или в резиновых сапогах, или выполняя акробатические номера. Мостики, которые сооружают жильцы, ситуацию спасают только на время. У меня вот ребенок 9 лет. Чтобы пойти в школу, он идет в таких вот резиновых сапогах, выходит. То есть как бы возвращается полностью мокрый. Это кошмар. Наша двухэтажка давно уже идет под снос. Она никому не могла. Никто на нас внимания не обращает. Куда бы мы ни обращались, разводят только руками. Дом считается аварийным уже много лет. И по словам жильцов, сотрудники управкомпании «Риск», откуда приходят коммунальные платежки, вообще удивляются, что здесь кто-то проживает. Я когда пришел, мы везде уже ходили в администрацию, они сказали, что он вообще расстеленный, его нет уже. Он снесен. Я пришел вот на Пугачева 9, что они говорят, так он снесен, и люди уже квартиры получили. Это все. Тем не менее, квитанцы на оплату услуг приходят регулярно. Размер оплаты вполне обычный, без скидок на аварийность. Только в этих квитанцах указаны все прописанные здесь и даже умершие. Сергей Ахахонин похоронил отца 7 лет назад, но коммунальные счета до сих пор идут на его имя. В квартире, вот в моей лично, у меня отец с матерью умерли. У меня племянницы уже 7 лет нету, 7. И они за 7 лет вот это, они пишут, что 5 человек прописано, и все хоть треснет. За день до съемки воду откачивала специальная техника. Спустя 3 часа ее уровень вновь стал прежним. Марина Белкина, Василий Малухин, Андрей Глазырин, Светлана Брагина. Информационное агентство Курганру.